Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаете. У меня такая ситуация. Ребёнок не учится, не старается и нет желания. В детстве развивался создание, скудный словарный запас плохо выражает свои мысли. Сейчас мы в третьем классе, классную работу не делает, наникает в учёбу. Дома уроки со слезами читает по слогам. Я от него не требую хороших оценок, просто стараюсь. Мы с папой и тройки рады. Спрашиваю, почему не пишешь? Не знаю, скучно я двоечник. Учитель наш, конечно, им одним заниматься не будет, но внимание ребёнок не получает от него никакого. Со второго класса завалил одними двойками. Он нам говорит, зачем писать, стороной два поставят, нас не переводят в другой класс, не оставляют на второй год. Не переводят в другую школу. Пытаемся пройти второй год, мы приезжие, нас отталкивают. Мы с ним пытались быть хорошим и строго, на всякой секции вводим. Там ему нравится и выхватят. Говорят, что медленнее, но старается. На частную школу бюджет не позволяет, не знаем как быть, но математика у нас вообще никакая. Он в неё не вникает, простые примеры решить не может или даже её понять не хочет. У нас всё запущено, но домашнее задание мы всегда выполняем. Совместно объясняем, но ничего не запоминать. Ну, давайте разберём ваш вопрос потихонечку. Значит, первое. Чего вы хотите? То есть, как быть, чтобы что? Чтобы ребёнок захотел учиться? Ну, нужно как-то объяснить ему, зачем ему это делать. То есть, ну, как бы, зачем ему это делать. То есть, если вы, условно говоря, знаете, зачем это вам, то ребёнок не знает, зачем это ему. Он не знает и не понимает, для чего это ему нужно. Если есть определённые трудности в развитии у ребёнка, то необходимо понимать, что это за трудности. То есть, какого они рода. Если есть нарушения, ну, нарушения работы мозга, там, отставания в интеллектуальном развитии и прочее, то нужно понимать, что это, что это за нарушения. И, соответственно, исходя из, как бы, из природы этих нарушений действует уже. Вот. А вы говорите, что у него, вот, в данном случае, просто скудный словарный запас и развивался запоздание. То есть, ну, это понятно, что, вот, то, что вы описываете, это понятно. Но, как бы, информации нужно больше. Какой спецификой нарушений вы столкнулись? Что это за нарушения? Вот. Это такой аспект. Следующий аспект. Следующий аспект. Следующий аспект. Следующий аспект. Чудо такой аспект. Они чувствуют себя сброшеными, decrease ли они закр festival, Достучают они себя сброшеными, они чувствуют себя утикнутыми, вероятно никому не нужными. Да? То есть вот такая достаточно деструктивная схема, получается, ну, поведения. Это тоже достаточно серьезно сказывается на ребенка. То есть его родители, вот, как-то вот по сути, да, ну, жертвы. Ведь дело не в том, что вы, ну, приезжие, да, дело не в этом дело, не в том, что вы приезжие, а дело в том, как вы себя ведете. Если вы ведете себя вот из позиции, что, ну, вы не уверены, да, да, то есть, ну, никак не уверен в себе человек, то, естественно, вас будут, ну, отталкивать, потому что считывается. Это считывается довольно легко, считывается. Ну, если вот человек в себе не уверен, да, и там чего-то стыдится, чего-то боится и так далее. То есть, это, в данном случае, абсолютно, ну, это очевидно. Поэтому здесь нужно работать с выходом из позиции жертвы, принятием личной ответственности и так далее. Дальше. Ваш ребенок не может учиться по обычной программе, что-то по всему. Ему нужна специальная программа. И, соответственно, то, что вы сейчас делаете, вы и учитель. Вы просто занижаете его самооценку, воспитываете в нем комплекс, потому что он не может этого, судя по всему. Я не очень понимаю, зачем вам, чтобы он старался опять. То есть, зачем? Такое ощущение, что вы хотите, чтобы он просто учился. Ну, гораздо эффективнее будет, чтобы он делал что-то, что у него получается. А не то, что вы считаете, ну, нужное для него, например. Вот. То есть, как бы, вы требуете от него. Дальше. А последний момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это момент, это момент, это момент, связанный с отсутствием личной границы. То есть, вот вы пишете, да, что сейчас мы встретим класс. Кто мы? Ну, как бы, кто мы? Вот вы его мама. Вы встретим класс. Отец. Он в третьем класс? Нет. Ваше ребенок в третьем классе. Вы не показываете, не демонстрируете ребенку, как нужно обращаться с личной ответственностью за свои действия. К сожалению. То есть, вы сливаетесь с ним. Вы с ним сливаетесь, это большая проблема. Потому что, в этом случае, ребенок, вот, не понимает, где он, не понимает, где его успехи, где его результат, где его процесс. Потому что, все время, в этих процессах кто-то присутствует. Ну, и опять же, в этом ключе, получается, так, что вы не даете ребенку почувствовать свои сильные стороны. То есть, ну, вот, какие у тебя, например, сильные стороны. Ну, значит, у ребенка какие сильные стороны. Вот, вот, вы ему, как будто бы этого не даете почувствовать. И, соответственно, как он в этом случае может чего-то добить, чего-то добиться, да? Как он в этом случае может что-то сделать? Как он в этом случае, ну, как у него в этом случае может что-то получиться? Для меня, честно говоря, остаются загадки. Вот. Поэтому тут тоже очень важный момент, связанный именно с тем, чтобы вы четко отделяли себя от него. Свою ответственность от его ответственности. Ответственности. Вот. Но, повторюсь, вам нужно спрва понять, что в вашем ребенке. То есть, конкретно, что там, если вполне возможно, ему нужны какие-то реабилитационные мероприятия, а не то, что вы делаете сейчас. Сейчас вы просто мучаете своего ребенка. Вот. Следующее. Это ваши отношения в семье. То, как ребенок реагирует на вызовы, то, как ребенок реагирует на ну, какое-то поведение, какие-то вот события. Вот. Я бы сказал, что в вашей семье есть проблема связанной вот опять же самооценкой. То есть, как у вас и у вашего мужа обстоят дела самооценки. Это очень важно, потому что, мне кажется, что не очень. Ну, понятно, что я могу я могу не знать каких-то деталей, деталей, я могу не знать каких-то нюансов, каких-то элементов, но на мой взгляд проблема присутствует на мой взгляд. и ее эту проблему нужно решать. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, как быть. Вот. То есть, ребенка нужно обследовать, а вам заняться структурированием своей смены системы, как минимум. и увидите, какие мысли вы ребенку транслируете, какие послания вы ему даете. Вот. Прежде чем говорить о том, чтобы он что-то делал и к чему-то стремился. Вот. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого лучшего. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.